Петербургские коммуналки настолько вплелись в культурный код города, что уже стали его неформальным брендом. И пусть сам термин от слова «коммунно» пришел из советской эпохи, в столице коммуналок наш город был чуть ли не с самого основания. Квартир с десятью и более человек на одну комнату. Это какой год у нас? 81-й. 81-й год. То есть десять и более человек на одну комнату. 800-й. 800-й, 81-й. Большая часть города коммунальная квартира получается. Историк Юрий Кружнов прожил в коммунальных квартирах более 40 лет. Из них 20 занимался их расселением. Его личных наблюдений и научных изысканий хватило на целую книгу, в которую он ведет родословную коммунальных квартир Петербурга от времен Петра Великого. Когда народ стал приходить сюда, жить-то где-то надо было. Ну, опытные люди, не то что опытные, а как бы хватки, строили тут уже домишки и заселяли людей за денежки. Ну, одного человека в избуху что-то помещать. Делили занавеской, перегородочкой из досок и заселяли двух-трех человек от той семьи. Вот уже коммуналка. Конечно, семейные углы имеют не так много общего с коммуналками начала 20-го века. Подселение к хозяевам квартир новых жильцов уплотнение после революции было настолько массовым, что удостоилось даже отдельного агитационного фильма, в котором снялся сам нарком просвещения Анатолий Луначарский. А последующая эпоха породила целую культуру, отразившуюся в творчестве Булгакова, Бродского, Довлатова. Коммунальные квартиры – это одни из тех зеркал, где запечатлелись многие эпохи Петербурга. Вот, например, шикарная лепнина – остатки былой роскоши, в которой жили ее прежние владельцы. Или стенка, которая во времена уплотнения прорезала огромный зал на две неравные части. Или старая печка, которая во время блокады спасла не одну жизнь. И у каждой квартиры есть похожая история, своя собственная летопись. Художник Денис Ичитовкин, работы которого можно увидеть даже в русском музее, собрал немало таких историй. Уже несколько лет он переносит на холст быт квартир, в которых живет, и охотно говорит, в чем секрет его вдохновения. Можно быть, как раз в этой человечности, что люди жили, как-то, не знаю, теплота. Ну и время тоже сделало свое дело. Вот мне нравится как раз, вот я как художник, археология такая художественная, на пласты, на слоение, да. Если содрать обои, там будут куски разные, вот такие, вот меня интересуют сюжеты. А это у вас внутренний двор крестов за окном? Совершенно верно. А не удручает как-то? Нет, мне кажется, скорее вносит какой-то романтический момент. Екатерина Река, 25 лет, экономист. Живет в коммуналке на углу Михайлова и Арсенальной уже три года. И в квартире студии на окраине. Пошла тихую квартирку в три комнаты в двух шагах от Невы. Когда ты молод, пока ты, скажем так, не обзавелся потомством, если можно так выразиться, пока ты человек несемейный, если ты привык какой-то вести активный образ жизни, то есть посещать концерты, какие-то мероприятия, жила бы я где-то в другом месте, вполне возможно, что я бы в этот ритм просто не попадала. Коммуналка со своими законами, порядками, правилами – совершенно самостоятельный мир, где случайное нарушение негласных границ порой опасно для жизни. И выживание в этом мире, его энергетика дала огромный простор для творчества советским неореалистам. Например, лидеру группы «Ноль» Федору Чистякову. Когда-то здесь была поликлиника, теперь самая большая коммунальная квартира в России. Ее жители песню Чистякова слышали вряд ли, да им и незачем, ее сюжет у них и так каждый день перед глазами. А какой замок-то повесил? Это же вообще? Ну так я же вам говорю, человек сам поставил унитаз, поэтому сам повесил замок, потому что никто больше нас скидываться не захотел. Татьяна Лубунова прожила здесь 7 лет. Сама бы привела здесь все в порядок, но ни сил, ни средств на 600 квадратов мест общего пользования у нее попросту нет. Поэтому последняя надежда – расселение, которое длилось 5 лет и застопорилось на полпути. А каждый год жизни, или вернее существования в такой обстановке кардинально меняют человека. Больше страхов стало, больше нервов, может быть даже каких-то неврозов. А чего вы больше всего боитесь коммуналки? Больше всего каких-то непредвиденных криков, вечеринок. Поэтому неудивительно, что даже те, кто прожил коммуналки целую жизнь, все же стремятся съехать. Петербурженке Ольге Мельник повезло получить субсидию, и вскоре она переедет в отдельное жилье. Даже несмотря на ностальгию по родным стенам. У нас в квартире 5 комнат, люди живут всякие разные, у всех свой жизненный уклад, график, ну невозможно, у всех свой характер. Ну много всяких нюансов, когда мне было лет еще 17, у меня постоянно тут, ну как бы соседи, как я прихожу, что я делаю не так. За все 8 лет, пока действует программа расселения коммуналок, удалось расселить только треть. И это учитывая тот факт, что самые привлекательные варианты уже давно расселены. Вопрос, что будет с остальными? Будут ли они кому-нибудь интересны? Ведь вряд ли в Петербурге найдется столько обеспеченных людей, способных выкупить под жилье все коммунальные квартиры. А значит термин коммуналка, из ушедшего советского прошлого, так и останется реальностью Петербурга наших дней. Антон Цуман, Пульс города.